Наконец-то сбылась мечта Путина. На России больше не торгуют долларом и евро, во всяком случае на бирже. Отказаться от торгов валютой заставили американцы и британцы. Сначала Минфин США ввел санкции против московской биржи ее ключевых структур, национального клирингового центра и национального расчетного депозитария. Все эти организации внесены в самый жесткий санкционный список, где перечислены люди, организации и корабли, с которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом. Вслед за американцами санкции против этих структур объявило и правительство Великобритании. По сути, Вашингтон и Лондон помогли исполнить заветное желание Путина избавить россиян от валюты недружественных стран. Мы переходим, и это правильный процесс. Он связан с определенными издержками, трудностями, но он в целом правильный. Вернутся ли в Россию валютчики и фарцовщики? Лихих 90-х. И кто больше пострадает от санкций? Россияне или бизнес РФ? Спойлер, и те и другие. После начала полномасштабного вторжения в Украину и последовавших за ним западных санкций, в Кремле неоднократно заявляли, мол, пытаются избавиться от валюты так называемых недружественных стран, то есть от доллара и евро. За последние два года Россия, например, перешла на торговлю в национальных валютах. Если раньше у нас доля составляла там примерно около 15% в торговле в национальных валютах, и в основном это с близлежащими нашими дружественными странами, это Содружество независимых государств. Сегодня мы, в принципе, глобально уже примерно на 75% в своем экспорте и импорте перешли на торговлю в национальных валютах. На самом деле доллар и евро пока никуда не исчезли из расчетов в России. А московскую биржу Кремль использует для привлечения именно западного капитала. Таким образом расширяли возможности для российских и нероссийских лиц получать прибыль от военной машины Кремля, инвестируя в российский суверенный долг российские корпорации, ведущие российские оборонные предприятия. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, введенные ограничения наносят удар по оставшимся у России возможностям получения международных материалов и оборудования, включая зависимость от критически важных поставок из третьих стран. Это признают и российские эксперты. Они направлены на то, чтобы было легче предъявлять претензии всем тем, кто с Россией торгует, особенно кто торгует какими-то товарами военного назначения, поскольку теперь каждый человек, который имеет дело с биржей каким-то образом, является теперь объектом вторичных санкций потенциально. То есть это значит, что банки, которые всё ещё имели корреспондентские счета долларовые для того, чтобы на бирже участвовать в операциях, теперь, ну вот эти операции будут затруднены, возможно, корреспондентские счета будут закрыты даже для непосанкционных банков. То есть это просто затрудняет ещё раз работу с российскими контрагентами для всего мира. Мосбиржа была одной из основных площадок, на которых банки и компании, которые занимаются экспортом и импортом, покупали и продавали валюту в России. Они подавали на биржу электронные заявки на покупку или продажу долларов, евро и тех же китайских юаней. А сами валютные торги на Мосбирже были индикатором для российского центробанка для определения курсов валют к рублю. В России сейчас вернётся бартер, как это было действительно, ну, может, даже конец 80-х, начало 90-х. Это период, когда ещё старое уже рушилось, новое ещё не было создано, и когда денежной единицы особого доверия не было. То есть доверие утрачивается. А говорить, что долларов не будет, ну, Россия же сама говорит, что они не хотят иметь операции в валютах недорожных с иностранными. Проблема в том, что, знаете, вот все SWIFT знают, как система корреспонденции между банками переводов, а SWIFT – это ещё и хорошая статистика. И вот по этой статистике получается так, что примерно 43% международных расчётов – это доллар, 32% – это евро. То есть 75% в три четверти международных расчётов – это пара доллар-евр. И получается, что в России будут проблемы с 75% мировых валют. Попытки России говорить, что мы перейдём на валюты других стран, они вряд ли получат ожидаемого России эффекта. Теперь же Мосбиржа и Национальный клиринговый центр больше не смогут выступать посредниками для купли-продажи валют. В российском Центробанке сразу заявили, мол, сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. То есть отказываться от валюты так называемых недружественных стран Москва всё же не собирается. Система, при которой используется коромысло для определения баланса между долларом и рублём, между евро и рублём, она совершенно бессмысленна. Ну то есть вот эти вот пир-то-пир торги между банками по продаже валюты вне биржи. То есть раньше биржа – это был абсолютно прозрачный механизм. Все участники, у которых есть доллары, приходили на биржу. Все участники, у которых есть рубли, приходили на биржу. И они через механизмы биржевые обменивались сделками и получался курс. Что теперь будет? Теперь в каком-то кабинете в Центробанке будут сидеть чиновники смотреть, сколько вчера и на какие суммы банки провели сделок между собой напрямую пир-то-пир, как говорится. Профильные российские паблики сразу же сообщили, что санкции против Мосбиржи буквально означают изоляцию РФ и от мировой долларовой системы. В итоге торги долларом и евро на бирже остановились. Для определения официальных курсов валют Центробанк начал использовать вне биржевой рынок. Регулятор заверил, мол, все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компании остаются сохранными. А физические и юридические лица якобы сохранят возможность покупать валюту через кредитные организации. Регулятор в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках. Тут новый существенный вызов и как Набиулина, Юдаева и команда Центробанка России справятся с ним, это хороший вопрос. Все-таки они профессионалы, они, конечно, наверное, что-то придумывают, но вопрос в том, сколько будет стоить России то, что они придумывают. И как бы это впоследствии не имело какой-то более существенный эффект, к слову, я раз уж мы говорим о санкциях, мы же больше говорим о финансовых санкциях. А не забывайте, что будет после 24 сентября 2024 года, а там будет запрет на использование, вернее, на навление программного обеспечения. А почти все программное обеспечение, это Microsoft, он же Windows, американская компания, это Alphabet, он же Google, то есть это Android, это американская компания, это iOS, у тех, кто iPhone, американская компания, Oracle для бизнеса, американская компания. То есть, по сути, после 24 сентября в финансовых и вообще в элементарной жизни россиян может быть коллапс. На фоне сообщений о санкциях против Мосбиржи, россияне бросились скупать наличную валюту. К обменникам еще до их открытия выстроились огромные очереди. Некоторые обменники и даже банки решили заработать, продавали доллары почти по 200 рублей. Кассы большинства российских банков столкнулись с нехваткой наличных долларов и евро. А некоторые банки начали блокировать вывод валюты. Разница между курсами покупки и продажи долларов достигла полторы сотни рублей. Первые последствия санкции, они были очевидны буквально через пару часов, когда в банках России существеннейшим образом выросла разница в продаже и покупке валюты. Что это означает? Что, допустим, вот есть официальный курс рубля, если не ошибаюсь, это 88 рублей за доллар США. То есть туда-то как бы установлена центральная банка в России. И банки чуть больше цифра, если они продают вам чуть меньше, если они покупают для того, чтобы у банка была маржа. Но все это плясало вокруг нескольких рублей по отношению к главному курсу. Что произошло? Что банки говорят, вы знаете, мы готовы продать вам доллары за 200. Курс 88 официальный, мы там до 200 доходила. А вот покупаем за 50, грубо говоря, там 52, если быть точным. Вот как раз, если не ошибаюсь, 197 где-то была одна цифра и 52 вторая. То есть мы видим, какой огромный разрыв получился. Но очередью обменников и паника россиян лишь приятный бонус. Главная цель американских санкций – максимально усложнить импорт всего, что необходимо для России, для продолжения военных действий. Проблемы с курсом рубля, долгосрочные и тяжелые, будут тогда, когда будет снижаться приток валюты от экспорта или же когда будет изменяться импорт. После начала полномасштабной войны против Украины в России и так постоянно острый дефицит наличной валюты. А когда речь идет о кошельке да холодильнике, россияне выходят на улицу, да что там выходят, бегут снимать валютные сбережения. Центробанку РФ пришлось еще в 2022 ввести ограничения, со счетов можно снять не более 10 тысяч долларов. Продажа наличной валюты и вовсе запрещена. Но Центробанк все же сделал поблажку, разрешив банкам продавать россиянам валюту наличкой, купленной ранее у других более глупых граждан. Каждые полгода Центробанк продлевает действия этих ограничений, россияне боятся, что ситуация станет еще хуже и правильно делают. Россия говорит, что мы привяжемся к ЮАНе. Первый вопрос, который у меня возникает, это как Китай к этому отнесется. По той простой причине, что люди, которые отслеживают вообще роль и финансово-денежную политику Китая, они знают, что Китай никогда особо не стремился к тому, чтобы его валюта была основной в этом мире. Да, возможно, сейчас они меняют подходы, они понимают, что благодаря доллару США, знаете, хорошая шутка, что США может ничего не делать, кроме как печатать доллары. И этого будет достаточно, чтобы экономика существовала, потому что, ну, так все привыкли, что доллар США – это основа валютно-денежной системы нашего мира. Евро попыталось конкурировать, но мы видим, что частично это Европе удалось, но лишь частично. А доллар остается основной валютой. Юань не стремился к этому, плюс юань сам во многом часто очень даже проседает в цене, потому как это конкурентное преимущество. Эксперты убеждены, происходящее так или иначе усугубит инфляцию в России. Из-за скачков курса и большой разницы между покупкой и продажей валюты, импортные товары на РФ сильно подорожают. В первую очередь произойдет внутри России – это увеличится, наверное, ну, многие аналитики-то говорят, увеличится спред между продажей и покупкой, между ценой продажи и покупки любой валюты. Поскольку все любые контрагенты на этом рынке, банки, теперь будут нести более высокие издержки, вот такого удачного клиринга, который биржа предоставляла, уже не будет. И эти издержки будут переложены, естественно, на клиентов. Поэтому мы будем продавать доллар чуть-чуть дешевле и покупать доллар чуть-чуть дороже. Остановка биржевых торгов валютой может стать еще одним фактором, из-за которого Центробанк РФ будет держать ключевую ставку на нынешнем высоком уровне 16%. Российский бизнес жалуется, что такая ставка замедляет кредитование и тормозит производство. Также возникнут сложности в расчетах при импорте и экспорте. Вот эти попытки России перейти на национальные валюты, мы видим, как это касается Юаня и Индии. Но это одна сторона. А теперь посмотрим на другую сторону ситуации. Россия же, окей, продает, скажем так, свои товары и получает валюту от этих стран. Но Россия же хочет и покупать товары. И когда Россия приходит в тот же Китай, либо Индию, либо любую другую страну и говорит, а давайте мы вас купим только за рубли, первый вопрос, который звучит после этих санкций. А какой курс вашего рубля? 50, либо 200? Потому что если бы это было 87, либо 89, вопроса нет, где-то там сойдемся. Но если это 50, либо 200, извините, это уже совершенно другая история. А в России сейчас именно такие реалии. Из-за частичной паники, частичной зависимости от отношения к международным финансовым системам, что он не понимает, какой курс валюты. А если не понимает, какой курс, то в этой валюте не будет иметь никакие отношения. Московская биржа – важная часть российской финансовой инфраструктуры. Новые санкции Запада эту систему фактически сломали. Теперь Центробанк РФ и будет рассчитывать курс валют по данным внебиржевых фондов. Курсообразование станет непрозрачным. Курс – это инструмент пропаганды. Он абсолютно управляем. Но в чем проблема неадекватного курса? В том, что каких-то игроков вы можете принудить делать сделки по продаже валюты по этому курсу. Но большинство будут придерживать валюту. И появится альтернативный рынок. То есть, условно говоря, на легальном рынке вы не можете купить по 90 рублей. Хотя, внимание, я сегодня специально проверил перед эфиром. Пошел в приложение Интернет-банк и купил доллар по 91 рубль. То есть в интернете как бы это еще сделать можно. По 91. То есть это тот курс, который есть на самом деле, если бы биржа работала. Никакого 88, конечно, нет. Но рано или поздно все это придет к тому, что нужно будет идти в какое-то другое место, где вы купите доллар за 110, за 120. Ну и как тут не вспомнить спор Майкла Наки с Владимиром Миловым по поводу 200 рублей за доллар в 2024 году, который якобы Владимир Милов проиграл, и Майкл Наки получил от Владимира Милова 100 евро. Так вот, я думаю, что сейчас Майкл должен отдать 100 евро обратно Владимиру Миролу, потому что в Норвег-банке мы увидели 200. По сути, на России теперь больше нет безопасных инструментов обмена валют. А это уже несет очень серьезные последствия для экономики, которая после начала широкомасштабной войны и так все больше стагнирует. Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам. После введения санкций против московской биржи основной валютой для биржевых торгов на ней является не доллар, а юань. Его доля на торгах в мае составила 54%. Теперь на России юань всему голова. Смотрим, сколько рубль стоит к юаню, потом сколько юань стоит к доллару. И будем понимать, сколько рубль стоит к доллару. То есть вот мы стали абсолютными заложниками теперь Китая. Я удивлюсь, если правительство не перейдет в планирование бюджета с доллара на юань. Еще в 2023 году под санкции США попала Санкт-Петербургская биржа. Она была основной площадкой по торговле иностранными акциями. С тех пор торговля американскими и европейскими ценными бумагами в России невозможна. Но в отличие от акции, валютой на Арефии торговать не прекратят. Вот только курс будут устанавливать коррумпированные жадные российские чиновники. Сейчас, когда Россия привязывается к юаню, а юань специально делается более дешевым для продажи огромной массы товаров, а у России нет этой массы товаров. То есть России это невыгодно, но Россия хочет привязываться к нему. Это быть готовым к тому, что ваша национальная единица, она будет стабильно падать вниз. И просто потому, что привязана к валюте, которая падает, ну хотя бы она падает с понимания того, что это выгодно. А Россия это как раз невыгодно будет. Но тем не менее, Россия вот все больше становится неким таким вагончиком Китаю. Вот только, знаете-таки, насколько это выгодно, насколько это отвечает интересам России. Тут я не уверен. Я, кстати, не уверен насчет Китая, но Китаю хотя бы Россия интересна, как, знаете, некая страна, поставляющая дешевые ресурсы. Как только Россия захочет поднять цены на свои ресурсы, Китаю это будет неинтересно. А вот и все. Прекращение торгов долларом и евро на московской бирже эксперты называют возвращением назад в голодные 90-е. Не исключено, что возникает новая альтернативная площадка для торгов. Но она не сможет заменить Мосбиржу. Эксперты прогнозируют на РФ и сильное колебание курса доллара и евро. Ситуация повторится как в 2014-м, после оккупации украинского Крыма и части Донбасса, и как в 2022-м, после начала полномасштабной войны против Украины, когда доллар отправится в свободное плавание на трупе рубля. Теперь россияне будут менять валюту по подворотням у фарсовщиков, как в лихие 90-е, когда за 10 долларов вполне могли проломить череп. Россияне голодные игры объявляются открытыми.